Всем доброе утро! Сегодня буду снимать день жизни. Давно не снимала, уже больше недели прошло. Сейчас без 27 аж, потому что я никак не могла встать с кровати. Буду сейчас завтракать. Три таких блинчика. Это не я сама делала, естественно. Это полуфабрикаты Ермолинские. Очень люблю их. Здесь два блина с вишневым вареньем и один блин с творогом. Кстати, сейчас период, когда только-только встало солнце. Это я вчера поставила себе на телефон новое приложение о погоде. И посмотрела, что солнце сегодня встает в 6.38. Кстати, сейчас уже не видно. А нет, в некоторых окнах еще видно. Я когда утром в 6 часов утра встаю и очень хочу спать, я выглядываю в окно и замечаю, что у кого-то в домах еще горит свет. И я думаю, о, не я только одна здесь с просонья стою. Вот там тоже горит свет. Но сейчас не очень видно, потому что сейчас уже солнце таки взошло, да, потому что уже светло. Даже уже люди некоторые ходят. А я говорю, что я спать хочу. Вон некоторые вообще идут куда-то уже. Все, мы уже собрались в садик и на работу. Богдан там вон играется. У него новая игра военная база. И мне все время приходится следить, чтобы он включал свет. Потому что он не включает свет. Потом я обнаруживаю, что он там в потемках играется. И, ну, переживаю потом за глаза. В общем, мы сейчас уже будем выходить. Сейчас уже вон без 10.8. На улице у нас уже весеннее такое потепление. Сегодня, по-моему, днем плюс 5 градусов будет. Так что я так, ну, не сильно уже в офисе тоже тепло. Но я сегодня опять в таком казуальном стиле. В своих джинсах любимых. И кофточка, которую я купила еще в каком-то там, не знаю, прошлой осень или весной вообще, которую я когда-то показывала в покупках. Вот, до сих пор я ее ношу. Это у меня чехол от фотоаппарата в руках. Из макияжа у меня сегодня ничего такого сверхъестественного. Ну, только тональный крем. L'Oreal, ой, L'Oreal Infallible. Я все время забываю, как он называется. Потом корректор для бровей Evelyn. Тушь Evelyn водостойкая и помада Color Me. У меня, кстати, уже там она скоро, наверное, закончится. Надо будет как-то новую купить. Кстати, на работе я не хожу с распущенными волосами. Мне неудобно. И мне кажется, это немножко не совсем по... Ну, как бы у нас, хотя нет такого требования, чтобы там мы ходили в деловом стиле. И дресс-кода делового нет. Но такие длинные распущенные волосы в офисе, мне кажется, противоречат законам офисного общепринятого внешнего вида. Кстати, вот обычно у людей есть пуховик и, например, есть дубленка. И это все так выглядит, что дубленку они одевают, когда более холодно или мороз, а пуховик, наоборот, когда более тепло. Но у меня же, наоборот, у меня почему-то по теплоте воспринимается абсолютно иначе. Пуховик я одеваю, когда очень холодно, а дубленка у меня идет вплоть до весны. На плюсовую температуру, потому что она мне почему-то по теплоте, как пальто, как теплое зимнее пальто. Богдан, ты же родаешься с этим человеком-пауком и не заважаешь. Дуды-поплоды. Поэтому до весны буду носить ее как пальто. Я все время прихожу на работу, и девочки удивляются. Аня, чего ты в дубленке? Уже там плюсовая температура. Я говорю, это у меня вместо пальто. Всем привет еще раз. Я уже пришла домой. Сейчас 14.15, и я ужасно хочу есть и готовлю себе обед. И после этого нужно идти в садик, потому что сегодня в 15.15 у Богдана утренник, в честь 8 марта, где он будет гусенком. И я там уже приготовила костюм, уже вещи приготовила. Сейчас надо только поесть и буду уже бежать. Гусенятко Богданчик, козенятко Дианка, джабенятко Марійка и пурчатко Ташенька. Гусенятко Богданчик, козенятко Маленький, пурчатко Ташенька. Гусенятко Боряк, козенятко Маленький, пурчатко Ташенька. Гусенятко Боряк, козенятко Маленький, пурчатко Маленький, пурчатко Ташенька. Гусенятко Боряк, козенятко Маленький, пурчатко Ташенька. Гусенятко Боряк, козенятко Маленький, пурчатко Ташенька. Прошел уже наш утренник. Богданчик остался в садике поужинать, и я должна его забрать. Пока он там остался, я занесла в торговый центр, вернула его наряд, не наряд, а костюм точнее. И заскочила в фуршет, купила покупки, но самые необходимые только, потому что что-то у нас зарплату задерживают. В общем, купила только все самое необходимое, а то у меня там уже холодильник пустой. Купила, значит, куриные голени, буду сегодня варить, 38 гривен килограмм стоит, купила 4 голени. Далее я купила кусок сыра, купила вот такой вот недорогой, звенигородский, 85 гривен. 85 гривен, это ей-богу сейчас недорогой сыр называется. К сыру я купила вот такой вот лаваш тонкий, я буду делать из него такие рулетики, там на завтрак ем, в общем. Так, дальше десерт Машенька завтра на работу возьму, мой любимый с какао, это такой взбитый сырный крем, творожный точнее. Далее я купила Богдану сварю на завтрак чумак, паутинку, вермишель, 3 банана купила, там, кстати, акция в фуршете, 28 гривен килограмм. Масло фуршет купила, всегда беру масло самого высокого процента жирности, потому что оно самое нормальное. По-моему, я смотрела какую-то передачу, в которой рассказывали, что в масле, которое вот там 76, далее еще есть там 60% жирности, там то ли много пальмового масла, то ли чего-то такого. В общем, нужно брать масло самого высокого процента жирности. Далее кошки купила тоже еду, два вот таких вот вискоса, там есть классический вискос, я не покупаю его, который вот самый дешевый, а это новинка, такой более какой-то он усовершенствованный, что ли там, или, ну, как-то он подороже чуть-чуть, и я его беру. И это Нильке тоже творог купила, нежирный славяночка, я с кормом перемешиваю, она ест. На столе у меня хаос, там вон Богданова игрушки валяются, какие-то телефончики, его машинки, мои вон крема стоят. В общем, такое художественный беспорядок. Сейчас попью чай быстро и буду уже бежать за Богданом. Мы уже вернулись с Богданом из садика, по дороге мы еще зашли на рынок, и я купила пекинскую капусту и укроп, потому что вчера я ела... Богданчик, я снимаю видео, не заважай, будь ласка. Можно это не наказать на всю квартиру? Вот. И вчера я на ужин, вчера у меня не было овощей, просто я на ужин ела картофельное пюре и яйцо, но если я буду так есть каждый вечер, то я поправлюсь. Поэтому я купила себе пекинскую капусточку и укропы. У меня там есть в холодильнике сыр фета, еще остатки. И поэтому на вечер у меня сегодня будет мой любимый вкусный салатик. Мы уже сейчас будем ужинать, точнее Богдан ужинает. Я присела отдохнуть и буду сейчас делать себе салат. Только что поубирала в квартире, попылесосила. Надо еще посуду помыть. Поставила вариться куриные голени. Богдан кушает рисовую кашу с молоком. Вчера варила в мультиварке. Всем привет! Да. Вчера ел ее и сегодня ест. И будет пить компот. Все, наконец-то сейчас будем ужинать. Вот мой салат. Здесь пекинская капуста, нашинкованная укроп и натертая на крупной терке брынза сыр. И Богдан тоже попросил салат. И тоже будет со мной ужинать.